Куда они все делись? Где вы, барыги? Обманывали людей простых. Ходили. У меня он ебывает, если я че сделаю? Сюда все говорили. По какой причине? Че-то больно отходишь. Почему? Так ты объясни, почему? Люди юридически неграмотные. Сюда, говорю, иди сюда, иди. Сюда, говорю, сука, иди. Че-то молчишко стоит, иди сюда. Друзья, у нас есть очень много роликов, где мы в нашем Екатеринбурге ходим по офисам, в которых люди занимаются обманом и разводом совершенно официально и безнаказанно. Мы приходили туда с пострадавшими. Мы приходили туда одни, испытывали на себе их мошеннические схемы. Мы там устраиваем кипиш, вызываем полицию, пишем вместе с пострадавшими заявления. Но есть ли от этого какой-то толк? Или это все, как скажут хейтеры, лишь бы просмотры собрать? Такие ролики у нас просмотров не набирают. Потому что это общественная деятельность. Большинству это, ну, неинтересно смотреть. Но мы все-таки делаем это. И потому что это просто приносит реальную пользу людям. Ну так вот, спустя какое-то время мы решили еще раз обойти почти все киндальные офисы, чтобы посмотреть, работают ли они до сих пор. И как вообще сложились у них там дела после попадания к нам в видосы. Повлияло ли на них наше вмешательство? Или они там до сих пор обманывают и процветают? Первой на очереди у нас будет контора с названием 21-й век, где барыги собирали по тысяче рублей за заключение якобы трудового договора. Это наш самый первый ролик про наеб-контору. Эх, были времена. Вы же на самом деле никого никуда не устраиваете. Почему я там делаю? Ну, блин, отзывы, потому что люди пишут. Ну, а все люди? Потому что люди нам сообщают, что у вас здесь наеб-контора, так называемая, которая заключает такие договоры. Работа есть, но не от вас это как бы работа-то дается. Ролик был залит летом 17-го года. И барыги съехали из офиса еще тогда. На записи ничего не слышно, но охранник нам сказал, что контора съехала еще в тот же год. Поздновато мы пришли, но идем дальше. Маша 28, офис 706, Родина. Вот, да. Помните, там самый смелый был, Рома был. Мы пришли за деньгами. Мы за деньгами пришли. Деньги где? Что за хуйня пристают? Ты что, блядь, такой смелый, что ли? Или что? Следующая на очереди оказалась контора Родина, которая работала по аналогичной схеме. Обещала много высокооплачиваемой работы, высокие коэффициенты, большие выплаты, профессионализм сотрудников. Короче, они тоже за заключение трудового договора брали по тысяче рублей. А потом максимально отмазывались. И не давали, конечно же, никакой работы. У нас про них есть сразу пара роликов. Ссылки на все ролики есть в описании. И эти видосы были просто одни из самых жарких у нас на канале. А что, Гонорик? Пошли наверх. Садись, так, какой этаж, чтобы я не понял, какой этаж. Походу, вы все... Как все сильно поменялось. Капец. Ну, какая причина ты докопался, что я ровно? Я пришел защищать интересы других людей. Если ты не хочешь жить, как эти мошенники, и обманывать людей, дабы поиметь с них денег, займись самообразованием и зарабатывай на любимом деле. Open Source Biz – сайт, где каждый день публикуются отборные дорогостоящие материалы от разных авторов и онлайн-школ совершенно бесплатно. Ты можешь на сайте выбрать курс на любую тему, обучиться бизнесу, продвижению, SEO, созданию сайтов, программированию и многому другому. Образование тут бесплатное. Open Source является одним из первых в этой нише и работает почти 6 лет. Достаточно зарегистрироваться, и на следующий день ты можешь уже скачивать, что тебе нужно абсолютно бесплатно. На сайте также есть обучалки не только от различных инфоцыган и барыг, но и по-настоящему стоящие курсы. Также у ребят есть форум, куда публикуется информация, о которой нет на сайте. Посети, зацени по ссылочке в описании. Что там у нас дальше? Дальше у нас Витя-Коля легендарный, родящего 12. Витя-Коля. Коля, у тебя стол сломан. Коля у тебя стол. Я тебе не трогаю. Именно в этом коридоре, с этими обоями. Именно в этом месте? Вот смотри, как нормальное выглядит. Обучение. Вот, вот, все по красоте. По какой причине? Ты тупой у нас? Почему? Так ты объясни, почему? Я тебе объясняю, потому что ты тупой. Я потом что-то тупая. Может, ты получишь что-то? Пошли со мной. Что с тобой делать? Иди сюда, пошли. Пошли, иди сюда. Руки убрали? С нами пошли. Раз ты нас выгоняешь, пошли тоже с нами. Давай, давай, блядь. Сюда иди. Сюда, говорю, иди, сюда, иди. Сюда, сука, иди. Тут и лох. О, блядь. Перцовку достал уже. Давай. Эта контора занималась обманом в сфере найма жилья. Люди просто тысячами оставляли там деньги и взамен ничего не получали. А потом приходили разъяренные и просто засирали сотрудников в конторе. Благодаря шумихе, которую мы там подняли, удалось привлечь внимание собственника помещения. И этих барыг выкинули оттуда в ближайшие же дни. Видите, как это сейчас классно стало, а? Хорошо ведь там сейчас. Не то, чтобы было. Следующая контора тоже занималась типа арендой квартир. Она удачно скопировала название «этажи» у огромной компании, которая работает по всей России. Однако эти черти сидели в маленьком офисе. Точнее, там сидел один чувак, который раскрыл рот, когда нас увидел. Это был один из тех роликов, где нам реально удалось обманутому человеку вернуть деньги от кидал. Это вроде, да? Нет, подожди. Это же? Это где была? Да? Мы туда никуда не проходили. Точно здесь? Закрыто. Все, что ли? Все. Офис закрыт. А что, тут ни номера, ничего. Но это он. Это он. Ни номера, никого нет. Вот он у нас был в списках. Все? Видос-то был с Узбеком, да помните? Контора Донецка уже. Все, вот так вот. Вот и ходи, деньги свои возвращай. Где барыги мои? Как видите, офис уже прикрыт абсолютно. Но что-то мне подсказывает, что очень много народу они вот так вот успели развести в свое время. В смысле не материтесь? Не тыкайте. Да у меня он наебывает, если я че сделаю? Наговолка так вот. В эту наеб-контору мы ходили в августе 17-го года и подняли там приличный такой ор. И это все тот же пресловутый 21-й век, который у безработных работяг забирал последние деньги. А здесь было, здесь вроде же какая-то уродская, здесь двери другие были. И свет, так свет не горит, никого нет. Зачем? Все работает. Где? Видишь, свет не горит. Все, вот. Как видите, сейчас там сидит уже другая компания. Хоть двери и закрыты, но хотя бы табличка уже приличная. И не тот колхоз, который был раньше в реальной организации. Эти кидалы потом переезжали в другое место. И я более чем уверен, их там теперь нет. Но видос тогда получился зачетный. Мне тогда было стыдно за нашего зрителя, которого мы встретили прямо в ноэб-конторе, когда туда пришли. Вот буквально за руку поймали при подписании уже кидального договорчика. Но все обошлось. Пацан молодец. А эти облупленные стены в самом центре города держали когда-то женщин, которые народ разводили. Якобы предлагая работу и параллельно переписывали тебя в свой пенсионный фонд. Незаметно так, чтоб ты даже ничего не понял. Мы работаем законно, молодой человек. Я нашел вопрос. Я вас сейчас позвинилась, пытались, что у меня кто-то живет, но он переводит. У вас не переводит. Я вот не поняла. Я же вам сказала, вам поступит звонок. Мерси. Пятый этаж. Да, одна. Пятый этаж. Вот 15. 20. Пятый этаж. Семнадцать. А где он? Ну, че? Какой это? Вообще офис, а не существующий. Этот офис вообще мистическим образом пропал. Не то чтобы барыги съехали, так он вообще перестал существовать. Следующий ролик про устройство на работу. Ну что, Манхэттен, офис 1603, улица Мамина, Сибиряка. 101. Да. Это все та же самая контора 21 век. И еще один из их многочисленных офисов, где они также разводили при трудоустройстве. Здравствуйте. А мы куда попали? Куда вы хотели? А что там сейчас находится? Что хотели-то? Да не важно, что здесь находится. А как не важно? Все равно что-то тайное. Ну, хорошо. Мы же работаем, но просто интересно узнать. Таблички просто нет? Мы это мы и спрашиваем. До свидания. До свидания. Сейчас там сидят какие-то мутные дядьки. Но офис выглядит довольно обжитым и приличным. Но дядьки все равно мутные. Ну, мы, что я пришли сегодня, мы по конторам ходили весь день. С полдевятого утра сегодня проснулся. Толку никакого нет. Никого нет на месте в итоге у них. Эти же адреса. Если обманывались, сидели, блядь. Тогда мы ходили здесь, орали на них. Никого, блядь, нет в итоге. Вот. Восемь адресов, восемь контор. Никого не оказалось в итоге. И что вы делаете? Тут они все делись вот. Где вы, барыги? Куда делись? Никого нет. О. Да кого ты там врешь? А что вы, барыга там сидит? Так там зеркало напротив, там ты. Да точно. Ребята, которые давно нас смотрят. А помните вы вот этот вот ядреный видос, который называется «Облава на контору по фейковому трудоустройству». А почему вы мне говорите одно, а здесь написано «Херня какая-то?» А почему бы и не поорать? Мошенников надо всегда в лицо знать. Вот, да, да, да. По этому ролику местное телевидение тогда сделало репортаж. В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения из фонда по борьбе с мошенничеством, называющие себя в сети Жека и Еврей, в здании на 8 марта 12А разоблачили очередную швыряльную контору ООО «Север». И эта женщина из ролика тогда отписалась нам в комментариях. И написала она там, что пошла на эту работу не от хорошей жизни. Ее можно понять, но следующее ее сообщение «Швыряли и в лицо мне долбили, хотя я им не грубила, ну это уже откровенная клевета». Такого точно там не было. И поэтому я подумал, ну надо к ней еще раз сходить, узнать, а что, когда это мы ее долбили-то там в лицо, швыряли. Но, знаете, как-то мы откладывали все этот поход. А потом в какой-то момент она сама мне написала. Правда, и просила не показывать в ролике нашу переписку, но я понял, что ее заставило работать в такой конторе. Здравствуйте, добрый день. Здрасте. Мы пришли к вам в гости пообщаться. Вы не заняты? Да, не так. А лучше к вам с добром просто пообщаться пришли. К вами тоже с добром, мне некогда. Мы не друзья, но мы же с вами познакомились однажды. Я тебе еще приду, сука, я тебя разнесу, блядь, мантовожка. Мы же тоже не хотели попросту так. Все-таки мы же живем в одном городе. Сучара ебаная, и ты иди сюда, блядь, стоишь. Мы думаем, что это обман. Работа никакая не предоставляется, люди платят за деньги. Пожалуйста, если бы... Отзывы просто еще. Отзывы, три отзыва вы увидели? Не помню, сколько это было давно. Три отзыва, я вам скажу, три отзыва. Смотрите, а я работаю 8 лет. Так представляете за 8 лет? Вот этим вот делом 8 лет? Каким вот этим делом? Ну вот именно вот этим. Если бы 8 лет, и это был бы полностью обман, я бы тут давно не сидела. И в офисе я там сижу, не первый день. То есть это не полностью обман? У кого-то не устраивает, все люди разные. А в чем тогда обман, а в чем правда? У кого-то не устраивает по работе, например, по зарплате. То есть работа сама-то, она есть? Есть. Она по факту, то есть работодатель там есть? Есть. Но людей не устраивает то, что надо платить деньги. И деньги не устраивает, конечно, что платят. А что еще не устраивает? Ну, бывает, что, например, не проходит он. Не проходит? А, то есть за форму заплатил, а на работу ты не взяли, да? Такое тоже бывает. Работают и по месяцу не работают, потом или не приходят. Бывает, что да, и не попадают. Знаете, Оля, даже смешно кажется, что вот приходят люди, устраются на работу, а нужно деньги отдают за форму, за вот, за тряпки, за вот эти вот, за шмотки. Как, Оля? Все информационщики, к кому мы ходили, они вообще все кидают. Ну, вообще, ну все. Пусть кидают. И пришли к вам, и у вас тоже информационный договор. И мы, конечно, думаем, что это прямо кидалово. Думаете. Ну, то есть работодатель все-таки есть. Есть. Так, а вы тогда, получается, для чего вообще? Для чего вы нужны? Посредник. Посредник. Кассир. То есть занимаетесь тем, что размещаете просто объявление, работа, работа и зазываете к себе, да? Угу. Вот видите, как получилось. Вроде мы и правы оказались. А вроде и нет. Как говорит эта женщина, 50 на 50. Мы хотим просто узнать, правы мы были и неправы. Оля считает, что мы неправы. 50 на 50. 50 на 50. Я бы ей верить особо не стал. Ну, все равно, по договору, что с ней подписывался, ты остаешься должен, а она не при делах. Так что, ну, ребята, все-таки, ну, нет хорошей жизни. Люди идут заниматься мошенничеством и обманом. Кто-то не знает, куда податься. Ведь надо кормить семью. А некоторые просто ничего другого и не умеют делать. Ситуации у всех разные. А ведь есть и просто мрази, которые только рады поразводить лошье на бабосики. Но по большей части идут работать туда, где будут платить деньги. А на честность этой работы смотрят уже в последнюю очередь. В общем, ребята, какой итог? Да, смысл от наших походов есть. Как видите, почти ни одного офиса уже не осталось. Никто уже не разводит людей. Это конторы однодневки. Они просто все собрали. Бабосики с населения. И свалили. Разбежались кто куда. Так что, ребята, не попадайтесь на уловки мошенников. А если и попадетесь, то пишите нам в группу ВК. Может, мы сходим, разберемся. Субтитры сделал DimaTorzok